Знаете, как воспитывать удовольствие? Чтобы малютка каждый день говорил «Я хочу в Орион!» Так вот, для этого лучше праздновать день рождения каждый месяц и дарить ему то, что вам предлагает Орион. Теперь мысли другие. В Орионе тысяча товаров для детей. Вы вспомните свою молодость. Сколько тогда было в детском мире игрушек? Тридцать, ну пятьдесят, а здесь тысяча. Почему я люблю Орион? Потому что мой папа каждый день рождения приезжает сюда вместе со мной и покупает мне игрушки. Это мне очень сильно радует. А теперь того, что в мою молодость не было. Радиоуправление – это реальное удовольствие. Вы управляете. И что может произойти, если что-то не получится? Это будет, естественно, расколбас. Машина сломается. Хорошо, если есть папа. А если папа слабак и не сможет ее восстановить? По-моему, это не папа. Танки, лодки. В этом зале все на электротяге, конечно. Там подальше не все на электротяге. Но здесь есть танки, лодки и самолеты. Даже поезда есть. Это круто. Мне один раз папа купил вот типа такого танчика. И я обрадовался. Но мы уже... Два первых танка уже застарели. Мы больше на них не играем. А я папу заставляю, чтобы он их зарядил. Вот так и я тоже косорезнул. Но работая с Орионом, косорезы лечатся быстро. И сейчас у моего сына не один десяток игрушек на радиоуправлении. Ассортимент. Здесь появляется все новое и новое. Мы ничего из этого не можем взять. Потому что магазин Ориона... Мы всегда приезжаем сюда и иногда-то снимаем здесь. И папа мне покупает игрушки. И это меня... Папа меня уважает за это. Мне это нравится. И про снежколеп. Он сказал сейчас, что я не могу слепить... Что я что ли не могу слепить сам снег? Я сказал нет. Из-за этого я решил взять такой снежколеп и буду из него лепить снежки. Вот как раз мелопотам слева. И, вероятно, у меня в детстве эта штука типа по палатке. Но я уже вырос, я к этому не подхожу. Но в детстве эту штуку папа мне покупал. Он отвез в сад эту палатку. Появилось сейчас дразимы. Тюбенькие вот разные штучки. И вот эта, которая у меня стоит дома. Вообще-то все это стоит недорого. Не дороже вашего типа изумительного масла в ваш косячный автомобиль. Внимательно посмотрев мой автостоп в ютюбе или в эфире, берете тоже базовое масло без дивных присадок. Меняете, естественно, чаще и катаетесь. А на разнице покупаете то, что есть у качественного ребенка. Еще про эти детние штучки. Смотрите, как вот так делаются, чтобы их поднять. А вот для тех, у кого киндер-сюрприз не может так же быстро ходить. Было и у меня такое. А вот таких приспособ не было. Электротяга, на которой я умел управлять. Но я уже подрос папа. Большой автомобиль. Лучший квадрок. Или электротягу. Ой, а гуха на нас. Гуха на нас. Я думал, что тот из сит-истребителей пропал. Оказывается, он не пропал. На Лего. Я очень много люблю Лего, конечно. Папа иногда это для себя покупает. Это Лего, я его не могу собрать. Но я иногда засмотрю, как собирается Лего. И за это я запоминаю. И я уже собрал один самолет из обставшегося Лего. Это я папе показал, он обрадовался этим. По дешевизму. Я не знаю, что здесь по дешевизму. Что дешевле, здесь все дешевле вообще-то. Как вы прекрасно понимаете, тысяча товаров не имеют бешеных цен. И это не для Ориона. Потому что мы говорим о китайском принципе. До сих пор не понятыми 95% россиян. Тут вообще-то странности чисто магнитогорские. Чисто магнитогорский бизнес. Так вот, в чем он заключается. В абсолютном безобразном отношении продавцов всех товаров. Как к товарам, так и к правильной рекламе. Но по сути они же зависят от продаж. Что думает предприниматель? Так вот, мой совет предпринимателю. Первый. Думайте о рекламе. Лучше о моей. Пропесочьте продавца. А если не понимает, выгоните его. И вот вам мой совет. Как человека, правильного заботящегося о вас и о ваших покупателей. Работайте со мной. Слушайте, что вам говорят покупатели. Снижайте цену так, чтобы интернет завидовал. И продавайте все тоннами в день. Как это делает магазин Орион. Про Турции. Мне папа решил купить два самолета из «Вестных войн». А здесь почти тоже только человечки «Дарт Фейдер» и «Штурмовик». А там были самолеты. Один «Ти Файдер» и одна эскадрилья. Но пункт номер один. Даже будучи в командировках и на отдыхе, ни в коем случае не стоит забывать о детях. А то они вскоре забудут о вас. И естественно, необходимо покупать им игрушки. А если с командировками, да и с поездками туго, то лучший вариант – магазин «Орион». Сантимир. Сантимир. Посмотрите внимательно. Здесь еще есть тема про девочек. Теперь куда ехать и песни вслух. Лучше поиграем. Ехать на северо-восток, напротив хладокомбината, по вокзальной направо. А вот для музыки мы использовали синтезаторы, которыми богат магазин «Орион». Теперь кто играет? Мой сын, которому по сути 6 лет с небольшой половинкой. Сможет ли ваше удовольствие сделать он ее? Я пока не знаю. Почему я научился играть на синтезаторе? Потому что папа мне купил синтезатор в магазине «Орион». И я начал себе на нем мучиться. Прицепились и бесплатно прокатились. Что? Давай еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что тебе мама написала. Ну-ка, сограй. Помнишь, мама тебе сказала? Мама, ты это? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо. Ещё что-то. Давай ещё что-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА